Меньше 1% домов в Самаре не подключены к отоплению, разбор полётов в департаменте ЖКХ. Вернули детство. 50 школьников из Донецка приехали отдохнуть в Самарскую область. Апостол народной трезвости. 150 лет со дня рождения знаменитого самарца Михаила Челышова. Десятерых одним ударом. Лихачный внедорожник стал виновником ДТП в Постниковом в Авраге. Столкновение произошло примерно в половине 10 утра. Как видно на записи с видеорегистратора, водитель иномарки пытаясь маневрировать на достаточно свободной дороге, задевает едущую рядом машину. Оба транспортных средств вылетают на встречную полосу и буквально таранят ещё с десяток автомобилей. В их числе и маршрутный автобус. В результате ДТП на улице Новосадовой образовалась гигантская пробка. Пострадавших, слава богу, нет. Наша съёмочная группа работает на месте аварии. Подробности смотрите в следующих выпусках. Вошли в утопительный сезон без эксцессов. Сегодня в Самаре к теплу не подключён только 1% зданий. Но и с этой проблемой коммунальщики обещают справиться к концу недели. Также для обнаружения неполадок работает горячая линия. Она уже приняла более полутора тысяч обращений. Ещё около тысячи звонков зафиксированы телефонной системой. С абонентами операторы свяжутся в ближайшее время. На некоторые обращения удалось ответить оперативно. И сегодня под контролем находится 40 порывов. Мариана Мирная продолжит. Уже завтра синоптики в Самаре прогнозируют похолодание до минус 2 градусов и снег. Но за погоду в доме самарцам переживать не стоит. Отопление дали уже в 99% зданий. Коммунальщики обещают устранить неполадки до конца недели. И тепло будет уже везде. В этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова тепло дали не дожидаясь, пока низкие температуры воздуха продержатся более 5 дней. Уже с 26 сентября батареи согрелись в детских садах, школах и больницах. Далее в жилых домах. На сегодняшний день мы вышли на ситуацию точечную, где какие дома не подключены и работа по стоякам. Поэтому мы заостряем внимание для того, чтобы сегодня не накалять ситуацию до, скажем, сумасшедствия, а именно решить ее в течение этой недели. Задача стоит на сегодняшний день дойти до каждой квартиры, до каждого стояка, до каждого жителя, чтобы он был обогрет и обласкан властью. Чтобы устранять аварийные ситуации на теплосетях, ежедневно работают от 12 до 14 бригад, а также горячая линия, по которой можно сообщить о перебоях в подаче тепла. Еще одной темой совещания стали компенсации за оплату коммуналки. С 1 ноября их будут получать льготные категории граждан. Министерство социальной поддержки ведет подготовительную работу с управляющими компаниями и ТСЖ. Планируется, что с коммунальными конторами будут заключены соглашения об обмене информации, благодаря чему льготники будут получать частичное возмещение расходов. Детали сейчас прорабатываются. Предполагается, что льготникам для получения компенсации никаких бумаг собирать не придется. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Вернулись в детство. 50 школьников из Донецка приехали в Самарскую область на оздоровление. Почти месяц они проведут в центре «Березка», что в Новокуйбышевске. Проект помощи детям из Луганской Донецка реализуется второй год подряд при поддержке регионального правительства. На вокзале гостей встречала Лариса Шалафаст. 28 часов в пути пролетели незаметно, говорят юные путешественники. В Самаре все они впервые и ждут от этой поездки много впечатлений. Мы ждем того, что мы познакомимся с новыми детями. Мы так рады, что мы сюда приехали, нам такой шанс дали. Все ребята занимаются в Киевском доме творчества Донецка. Поют, танцуют, участвуют в спектаклях, увлекаются рукоделием. В Самару ребята приехали не с пустыми руками нашему телеканалу. Они подарили вот такую рукодельную тарелочку в память о своем родном городе. Отдыхать и оздоравливаться дети из Донецка будут в Новокуйбышевском центре «Березка». Средства на поездку ребят выделены из резервного фонда губернатора Самарской области. Есть дети, у которых нет домов, они живут в общежитии. Есть дети, у которых родители папы погибли. Есть дети, которые остались без крова. Это очень тяжело. И, конечно же, для них это большой шанс вообще куда-то поехать и оздоровиться. Поэтому огромное спасибо. Это большой подарок для детей. Это действительно такой огромный акт милосердия. Учитывая все обстоятельства, которые происходят у нас в Донецке, в Луганске, это очень важно. Это для деток, как они и сказали, действительно шанс отдохнуть, оздоровиться, может быть, даже наесться, я так скажу. В Новокуйбышевске дети пробудут 24 дня и вернутся домой в начале ноября. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Самарские вице-губернаторы Александр Кабенко возглавит российскую венчурную компанию. Ее основная цель – создание в стране собственной индустрии венчурного инвестирования. РВК появилась в 2006 году по инициативе Минэкономразвития. По сути, это фонд фондов. То есть, вкладывается он не напрямую в проект, а через структуру, куда привлекают частных соинвесторов. В конкурсе на место директора также участвовали заместитель прежнего гендиректора РВК Евгений Кузнецов и заместитель главы фонда содействия инновациям Павел Гудков. Но победил Кабенко. Какие у него планы, узнала Валерия Макарова. Конкурс на позицию нового гендиректора российской венчурной компании подошел к концу. Ее руководителем стал Александр Кабенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. До этого он работал топ-менеджером на Автовазе. Это достаточно серьезная оценка в том числе региона и тех успехов, которые достигнуты в регионе в части развития инновационной сферы. Нам удалось построить инновационную экосистему, нам удалось добиться достаточно существенных, видимых и значимых результатов. Новый руководитель РВК Александр Кабенко считает, нужно развивать сообщество бизнес-ангелов, так называют инвесторов, которые выступают наставниками у стартаперов. Привлекать корпорации и университеты для создания корпоративных и университетских фондов, развивать кооперацию с российскими и международными венчурными фондами. Также РВК постарается решить нынешние проблемы венчурной отрасли. Пост министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кабенко покинет в ближайшее время. Его преемника на эту должность назначит губернатор. По словам Александра Кабенко, эта смена деятельности для него не кардинальная, ведь инновационное направление было важной частью работы и в областном министерстве. Теперь успешный региональный опыт вице-губернатор будет применять и в масштабах целой страны. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Далее, коротко о других темах дня. Мурат Кабалоев стал начальником управления генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. Экс-прокурор Самарской области уже вступил в новую должность. Напомним, именно этот пост занимал пришедший на место Кабалоева Константин Букреев. Букреев был назначен прокурором Самарской области, указом президента от 6 октября. Теперь для окончательного вступления в должность он должен дождаться приказа генпрокуратуры о своем назначении. Под Тольятти парашютист получил ожоги перелом ноги, угодив на ЛЭП. Это произошло в районе села Подстепки около 11 часов дня. Мужчина с электротравмой, обширными ожогами и травмами бедра был госпитализирован. Точных данных о пострадавшем нет. Предположительно, он из Ульяновской области. Как он оказался в районе ЛЭП и как потом спустился на землю, неизвестно. В Самаре ищут преступника средь белой дня, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. ЧП случилось неподалеку от двух детских садов и школы. Потерпевшая в этот день возвращалась домой. Она шла со стороны школы по асфальтированной дороге, ведущей к улице Запорожской. Силовики просят откликнуться всех очевидцев происшествия. Может быть, кто-то располагает какой-либо информацией, имеет видео с регистратора или узнает этот фоторобот. Новокуйбышевский театр «Грань» подал заявку на участие в престижном театральном конкурсе «Золотая маска». На этот раз на суд экспертного совета представлен «Корабль дураков». Спектакль уже получил Гран-при фестиваля театров малых городов России. Будет ли он номинантом на «Золотую маску» станет известно в ноябре. В доме музея имени Фрунзе откроется выставка «Золотой запас России». Она расскажет о легендарном запасе, таинственно исчезнувшем в годы гражданской войны. Золото проехало добрую половину страны, побывало и на Самарской земле. Никто до сих пор не может дать точного ответа на вопрос, куда оно пропало. Выставка попытается приоткрыть завесу тайны. Продлится она до начала 2017 года. Апостол народной трезвости, городской глава, член Государственной Думы и все это Михаил Челышев. 150 лет со дня рождения знаменитого Самарса отмечают в городе. Челышева называли миллионером из народа. Именно при нем развернулась активная борьба за трезвость в начале 20 века и был принят сухой закон. Традиционно осенью в Самаре проходят челышевские чтения. На этот раз на них было принято решение еще раз напомнить современникам имя знаменитого Самарца. Как именно узнала Олеся Корецкая. Если водку заменить на простоквашу, то революцию как рукой снимет, говорил Михаил Челышев. Выходец из крестьян. Он стал сначала купцом первой гильдии, а затем городским главой и членом Государственной Думы. Именно благодаря его стараниям в России в 1914 году приняли сухой закон. С неистовой страстностью он боролся с пьянством. Самое существенное это то, что Михаил Дмитриевич прожил яркую и короткую жизнь, но он увидел результат своих усилий. Активный поборник здорового образа жизни Михаил Челышев многое сделал для Самары и России. Он активно развивал экономику и строительство. При нем возвели те самые челышевские дома, буквально символы Старой Самары. И в год 150-летия апостола трезвости Самара провела несколько праздничных гуляний и встреч. Считаю, что 150-летний юбилей Михаила Дмитриевича Самара встретила достойно. Работа по сохранению памяти о великом гражданине Самары мы обязаны все продолжать. И, конечно, будем это делать администрацией города всеми нашими структурами. В ближайшее время в Музее истории города имени Челышева обновится экспозиция. А также в школе номер 16 продолжатся челышевские чтения. Здесь никогда не ставится задача обеспечить то, что называется массовость. Главная задача чтения, чтобы тот, кто пришел на них, он обязательно бы продумал, ради чего это делается. Что новое он может открыть. Челышевские чтения проходят уже третий год. Собирают десятки юных самарцев, неравнодушных к истории своего города и людей, которые эту историю создавали. Улица Фрунзе, бывшая Саратовская. Мало кто знает, но в 1915 году она на несколько лет получила имя Михаила Челышева. Сейчас, спустя больше ста лет, участники Челышевских чтений работают над проектом, чтобы отразить на улице Саратовская, Челышева, Фрунзе все ее названия. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, события. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к эфиру. Почти вечный двигатель. Самарские ученые разработали батарейку, которая сможет работать более 5000 лет. Семейный бизнес довел до скамьи подсудимых. Самаре стартовал процесс над супругами-сутенерами. Дело блогеров – перезагрузка. Суд приступил к рассмотрению апелляции. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok